Сейчас как раз посмотрим на примере сюжет наших корреспондентов о развитии бизнеса на селе. В последнее время новые предприятия в малых городах и тем более на селе, скажем прямо, появляются не очень активно. А между тем, именно работающее производство – залог того, что на малой родине захочет остаться молодежь. Да и жизнь вокруг этого предприятия будет вертеться. Выгодно станет открывать те же небольшие частные магазины – мастерские, кафе, мини-ателье, пекарни. В общем, развивать тот самый семейный бизнес, о котором мы пока больше слышим. Наш корреспондент Светлана Лукинёк встретилась с предпринимателями, которые уверены – работать вдалеке от Минской кольцевой можно. Хотя порой приходится сталкиваться с непонятными требованиями контролёров. У меня машина сломалась прямо в этом районе. Я случайно зашёл сюда попить чай. Не иначе, как судьба. Это было 4 года назад. В целом производству лет 15. Но до того, как его у прежнего владельца выкупил Владимир, техника попросту простаивала. Это Ослудский район. В округе не больше 10 деревень, не только две крупные. На всей этой территории работают сегодня только два небольших предприятия. Одно ближе к городу по производству окон, а второе – в лесу, где делают и фасуют древесный уголь. Владимир в бизнесе 17 лет. Сейчас работает по упрощённой системе. Платит 5% от выручки. Его товар с колёс уходит в торговлю. Мощности позволяют выпускать до 80 тысяч тонн. В топку идёт сухая или больная древесина, и получается уголь. Наш товар практически не имеет конкуренции. Его даже нехватка в стране. Привозят из Украины, из России. Хотя, если бы чуть-чуть поддержки таким предприятиям, мы бы достойную долю даже импортозамещения составляли. Работают 11 человек. Многие из Слуцка. Владелец помогает с подвозом. В день наматывает более 350 километров. Живёт-то в Минске. Но считает, главное – желание работать. А расстояние здесь точно не помеха. Мы родились в той стране, где кроме леса и полей ничего нет практически. Но на них надо работать. В планах у предпринимателя задержаться здесь надолго. Уже купили скважину, планируют наладить и производство воды. Хотят приобрести пилораму и трактор для подвоза дерева. За кредитной помощью обратились в Банк развития. Он уже три года поддерживает малый бизнес. Профинансировано более тысячи проектов. На условиях половина ставки рефинансирования плюс 3,5%. Сегодня это 9,5% годовых. Получить кредит можно за месяц. На 2017 год нам предстоит разместить посредством депозитов в наших банках партнёров сумму не менее 90 миллионов белорусских рублей. Радует нас то, что этот продукт начал очень хорошо продаваться именно в малых городах. Это производство прошло весь путь от маленького швейного в узде до крупного игрока белорусского рынка. Открывают сейчас и новые филиалы в регионах. Все перекосы согласований знают не понаслышке. Говорят, требования не должны доходить до абсурда. С такими столкнулись года два назад. В одном из небольших районных городов обеспечить, если не изменяют память, респирации, какой-то индивидуальной станки. То есть требование предъявлялось такого, которое мало того, что оно в принципе не должно применяться, даже производители оборудования, они про такое не слышали. Тогда пришлось доказывать, что это технически невозможно. Выиграли, но потрачены и нервы, и время. Тормозят, кстати, развиться и многочисленные согласования проектов по строительству. А вот приходов контролеров становится все меньше. О чем гласят страницы журнала проверок. Здесь сегодня уже больше пустых строк. Бизнес как бы перестал быть плохим мальчиком, которого надо постоянно контролировать и проверять. Это доказывают и те, кто работает на земле. 13 лет назад Дмитрий создал козью ферму. Сначала хотели просто сдавать молоко переработчикам. Но крупным эта ниша неинтересна. А мелких попросту нет. Тогда весь процесс взяли в свои руки. Четыре года назад построили собственный цех. Учились у сыроделов в Латвии и Польше. Но горящие глаза и желание по приезду сделать то же самое на родине охладили белорусские санпины. Под их зорким оком не только качество конечного продукта, но и весь процесс. Чтобы получить разрешение производить продукты для продажи в магазинах, ты должен свое производство сделать на расстоянии 300 метров от фермы, 50 метров от жилья. Даже если оно будет производить условно 20 килограмм сыра в день. Желание работать взяло верх, хотя пришлось и перестраиваться, и дополнительно людей на производство брать. Ведь остаться хотели не на день-два. Сегодня же здесь делают козье сыр, молоко и йогурты. Площадь 100 гектаров и 800 коз. Поголовье уже планируют удвоить, параллельно решая еще одну задачу. Работать на равных с торговыми сетями. Там ты ниже цену должен дать. Там ты должен что-то заплатить дополнительно за рекламу, или за то, что у тебя шире полка будет, например, и так далее. Как одно из решений этой проблемы предлагает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Без кредитов и капитала наладить свое дело, будь то парикмахерская, кафе, мастерская или лавка, в селах и небольших городах до 10 тысяч населения. Сегодня обсуждается возможность дать такому бизнесу льготу. Работать за одну базовую в месяц. Без сложной бухгалтерии. И тем самым помочь и мелким производителям, которым порой сложно пробиться в крупные торговые сети, а так можно продать товар рядом с предприятием. Сегодня по стране, к тому же полтора миллиона квадратов свободных площадей. Такие картины с заколоченными школами и домами культуры в деревнях могут получить вторую жизнь. В качестве примера могу привести систему областной потребительской кооперации. У них тоже есть там масса зданий, сооружений, которые им не нужны, которые стоят пустые. В сельском местности в том числе. И продать их или передать какому-то желающему предпринимателю за небольшие какие-то суммы или под инвестор какой-то договор, ну это очень сложно. Так свой первый магазин в райцентре Николай Лебедев открыл 15 лет назад. Торговал стройматериалами. Недавно у него появился и продуктовый, и семь новых рабочих мест. Точка популярна. У местных жителей за продуктами приезжают даже из соседних деревень. Мелкому и среднему бизнесу сейчас тяжело, потому что большие налогообложения. И тяжело какой-то оборот. Мы выживаем за счет того, что на время летнего сезона к нам приезжают русские. Меньшание отдыха, дачи здесь, поэтому покупательская способность увеличится как и в продовольственном магазине, так и в строительных материалах. Я готов открывать еще что-то в бизнесе, если будет помогать нашей власти. Развитие предпринимательства в малых городах и на селе – это и возможность вырастить свой средний класс. Да и тот самый семейный бизнес. Дать людям работу рядом с домом, чтобы молодежь оставалась. Село в общем и целом, по ощущению, оно стареет. Если же человек приходит в село для того, чтобы создать здесь рабочие места, занятость, производство, от этого выиграют все. Тем более в планах у правительства довести долю малого бизнеса в стране через три года в воловом внутреннем продукте до 40%. Столько же по цифрам хотят, чтобы было там занятых от всех работающих. В главном эфире Светлана Лукьянюк, Дмитрий Цитов, Ксения Лебедева и Марина Романовская.